В день, когда мы пришли посмотреть и познакомиться с новым автомобилем для экстренной медицинской помощи, в помещении было много выпускников этого года. Они сдавали зачет по оказанию медицинской помощи. Это у нас выпускной класс, у них подготовка медицинская. Здесь они проходят практические навыки, и сегодня у нас зачет, последний день. Поэтому тематика у нас средства транспортировки. Вот сейчас мы им будем показывать, что у нас есть. Не все они в будущем будут медиками, но знать, как оказать первую помощь до приезда экстренной помощи, нужно всем. И молодое поколение украинок будет об этом знать. В том числе они и изучали, что из себя представляет средство перемещения больного. Новая машина выглядит замечательно, укомплектована по высшему разряду. Есть здесь и электрокардиограф, дефибриллятор, кислородный аппарат для вентиляции легких и многое другое. Разнообразные носилки и даже коляски. Для транспортировки берите, берите. Вот видите как, мы можем так взять, можем вот так вот взять больного. Ну и сидя больного, конечно, очень она комфортабельная, удобная. У нас есть некоторые заболевания, некоторые травмы, которые перевозят сидя. Все это собирается очень легко и просто. Каталка легко задвигается в машину вместе с больным. Рассказывая о новой машине, Татьяна Ивановна явно получала удовольствие. Узнаем, а машина уже была в работе. А как же, конечно, конечно, да. У нас уже был самый первый день, у нас была транспортировка больного, сложного больного в Киев. Вот, поэтому... Ну я внутрь посмотрел, там такого, такого, что скорой помощи не было, или все было? Нет, у нас было все. Конечно, это более современная, более усовершенствованная аппаратура. Вот, ну и внешний вид, конечно, внешний вид сам себе играет. Ну и сразу выздоравливает, когда такую машину... Желательно. Сегодня здесь круглосуточно работают две бригады медиков. Так что в случае нескольких вызовов могут задействовать и новую, и старую машину. У нас три машины, и мы в экстренных ситуациях, мы можем всеми машинами выезжать. И, конечно, в конце разговора мы попросили Татьяну Ивановну высказать свою точку зрения на проводимую медицинскую реформу. Вообще-то наша Ульяна Супрун сказала, те, кто будут саботировать медицинскую реформу, к тем будут применяться административные меры, вплоть до увольнения. Ну что я могу сказать? Я знаю, что некоторые женщины не очень воспринимают. Как было, мы видели. Как будет, посмотрим. Посмотрим, да. Ну, у нас, как всегда, хотели, как лучше получили. Но самое главное – машина. Будем надеяться, что новый автомобиль экстренной помощи поможет славучанам, попавшим в сложную ситуацию, сохранить жизнь.